В прошлом сезоне выступал за команду Денина Москва Леди и джермен, блуд хаммер Владимир Шиммерс Баку Файерс Красному луниевому гостя Доман Александр Гвозди Ему 25 лет Бронзовый призер Олимпийской гигиеры в Лондоне Золотой медалист Кубка Европы Чемпион мира среди студентов Блестяще выступив в прошлом сезоне Всемирной серии бокса Александр в составе Атаманов Уже да, дважды, одерживал победы И сейчас его послужной список в WSB Шесть боев, шесть побед, ноль поражений Леди и джентльмены В ревый корнер Александр Гвозди Украинский Атаман Форма победы фигурного 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 фигура Динамо Москва Вага уже просто надсерьезно До 85-ти Тут же не лаки панч А просто акцентованный Если пропустить, то можно побачить, какого кольору стиля в Палаце спорта Да, хоть немного помягче перчатки во всемирной серии бокса Нежели в профессиональном боксе Но тут тоже бывают и нокдауны, и нокауты И с учетом того, какая весовая категория И какой ударный у нас Александр Гвоздик Тут все может быть Он уже опускал на канвас ринга соперников Посмотрим, удастся ли ему сейчас это сделать Все дело в том, что они много спарринговали друг с другом Они хорошо друг друга знают Но пока что мы видим, первый раунд проходит под диктовку Гвоздика Который сразу занял центр ринга Ну и снова вспоминается, ты знаешь, эта техника, с которой працювал Гвоздик Против своих соперников Загадаем у Виталиуса Собачева, которого мы видели тут И вспоминается, как стоючи спиною до соперника, как працювал Гвоздик Да, один из лучших боксеров Украины Однозначно, Александр Гвоздик Очень грамотный боксер Очень техничный И, по правде говоря, он заслуживал золото Олимпийских игр в Лондоне Но там, те, кто видели, согласятся, засудили Нашего Сашу Осталось ему только бронза Трошечки, хочется сказать, незвычайно, и с поревнянням попередних трех побоев Но трошечки повельнейшим Есть хлопцы, повельнейшими не хлопцы, а сам бокс Но хлопцы важны Да, но удар это тяжелее Выпадает капа Ну, случайно это произошло У Владимира Хокс Проводимок продолжается Ну и Гвоздик також Знаем, что мы первый раунд у него для того, чтобы разогреться Потім вмикает, завжди він швидкий З другой, третий раунд Ну и там уже важковато дуже и дуже Супернику Ну и зараз у нас Гвоздик с первого раунду Знову займает центр ринга Також звичная картина, який бы соперник не был Гвоздик працює першим номером И Гвоздик с первого раунду Завжди начинает зарабатывать эти баллы, которые так потребуют Но и так, уединок достаточно напряженно распространялся Возповидая соперник Но пока что все у блок Гвоздика В отличие от защиты Александр працюет Да, но только под концу мы увидели в атаке Все-таки соперника нашего атамана Ну а в целом, я думаю, мы можем рассчитывать на первый раунд На то, что отдадут судьи его нам Так и происходит Все трое судей единогласно отдают Гвоздику Ну еще раз цей раунд на ваших экранах Пернав, правильно пернав И други соперника Гвоздик Проходив Ну и тут уж так выпала Ця капа Бачим, что наша команда почти в полном складе Томана попадала нам в Викреста Еще одного суперважкого хлоптя Второй раунд Ну что ж, второй раунд И Гвоздик в своей собственной, свойственной ему манере Снова поддавливает оппонента В общем-то фехтовать на дальней дистанции Легионеру Наверное Никто бы не посоветовал С Гвоздиком очень тяжело боксировать На дальней Тут, конечно же, ему нужна вот ближняя Которая он пытался сейчас прорваться Ближняя и средняя дистанция Там, где его удары теоретически могут доходить Ты знаешь, пока что не можешь найти себе Добрые и знакомые И челюсть, и Гвоздик Пока что дистанцию шукает соперник Досить долгие руки у Гвоздик Хотя, когда и ближний бой Так же он работает достаточно хватит Так апрекотами, маю на увазе Там тяжко голову сховать соперника Пока что все одно и шукает Шукает своей дистанции Ну, как челюсть, так и Александр Гвоздик Ну, что, поинтереснее стало Погорячее в ринге Мы видим, завелся бывший одноклубник нашего Александра Гвоздика Больше разменов И мы видим, Гвоздик, в общем-то, принимает эту Ближнюю и среднюю дистанцию Тут он тоже себя хорошо чувствует Все умеет практически в ринге Наш атаман Ну, не может, не может поки що челюсть знайти ось Как подойти до Гвоздика, з якого боку Чай-челюсть, так и тебе хочу сказать Запущается тоже Дуже виважено Те, чего не было у трех попередних В обоях Саме у представителей ВОС Азербайджанцы уже зодного Жодного такого правильного захисту Такого сильного виважного не продемонстрували Чай-челюсть перший Тут так досить спокійно Працюю у захисту И правильно працюю Ну, все-таки Снова вспоминаем, что Ребята-то знакомые И наверняка много спарринговали В клубе Динамо Москва В любом случае Пока что все идет под контролем Гвоздика Левша Владимир Челец Но это не проблема Украинца Ну и на руці Ты знаешь, как говорят Тримая гвоздик Протримав Он Убрал для себя дистанцию Гвоздик Протримав на вытянутый Суперник Ось так Челеса Тойный багато Вдалося в этом раунде Ну а гвоздик Так что навлучал Хоча А посмотрите, что делают судья Они дают второй раунд Владимиру Челецу Как вам это нравится Смотрим на повтор Ну да, проходили удары от него Но в целом Второй раунд Все-таки Был за гвоздиком И там есть что-то доказать Михаилу Мельнец Что нужно спокойнее И все-таки начинать Влучать У суперника Но второй раунд Знову же таки Не за Гвоздиком Да, неожиданное решение Причем у всех трех судей Почему они отдали Но это Должно только завести Сейчас Гвоздика А мы видим Молдаванин тоже Почувствовал, что может выиграть У такого серьезного оппонента И сейчас Более активно начал Этот раунд Достойно выглядит Знову челлендж Пробывая Не пробывая А влучая Началось тут же Гвоздик Бубач Наступный удар Ведь наступного уже Пешок Да, очень неожиданно Так все поменялось У нас Сначала Решение судей После второго раунда И третий раунд Действительно Сейчас очень и очень неплохо Начинает Наш гость Саша пока что Не так активен Да, заставляет нас Поволноваться Гвоздик Ну и вы все чуете Напружение Певно в плаце спорта Разумеют, что Не такие же И просто Супер Да, все притихли Это Многое о чем говорится Понимаешь, что Бой такой сейчас Нелегко Позвалося бы Начало было Такое легкое Для украинца Не витрачаю сили Хорошая комбинация Что-то Что-то сказал Что-то сказал там Челец Хвостик Жесткий обмен ударами Сейчас под концом Третьего раунда Активно Цей раунд Для обоих боксерів Ось ця комбинация Ось так тебе Прочалося працювати Ця серия Три удара Да, на повторе Конечно, мы увидели Насколько серьезно Это был левый боковой В конце поединка Ну а Михаил Мельник подсказал Думаю, вы слышали Что-то Тут нужны комбинации Два-три удара Минимум А это то, что ты знаешь Да, понимаешь Это то, что проходило В первом, другом, третьем раунд Это что-то 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 Чем набирал Эти бали Саша Гвоздик С такими сериями Четыре рази Так Гарно Выйшла Но Зачепиться Тут за эти серии Треба Челец Сам Тут очень вперед Иде Но Пробывает И влучает Он ожидает Когда Гвоздик Идет вперед И наносит Свои увядки Вот Отличная комбинация И снова много ударов Точных от украинца То, что нужно Видите внимание Как вовремя Всегда возвращает руки На место На защиту Гвоздик Поэтому Так мало точных Сейчас ударов Проходит От Соперника Начали проходить Удар Корпус Соперника Согвоздика Левого Знаешь так С под руки Пробывает Не бачит Цего удару Соперника Такие вот Починают Проходити Для того Чтобы Принаймні Над дыханием Соперника Можно и Попрацювати Щоперник Гвоздик Знаешь так Дуже разумно Зараз працюють Челеси Суринзи Четыре раунды Да Не такие эмоции Взяты Вер Смотря на этот Поединок Мы видим Что Гвоздик Уже Фактически Формируется У настоящего Профессионала И выглядит Как профессиональный Боксер А вот Челес Все-таки Больше Так Похож На Боксера Аматора Любителя Знову Вимкну В серии Гвоздик Завершающий Удар Тяжелый Акцентированный Гвоздика Гвоздик Гвоздик Боксер А мы видим В раунду В раунду Багато Чего Залежит Зависит 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 Гвоздик Мы знаем Гвоздик 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 Заванин Легионер Легионер Команды Баху Фаерс Гвоздик Он сейчас В общем-то Много вяжет И клинчует Ну Понятное Дело Оба Уже Устали Одинок Такой Получился Оу Прошел Левый Боковой Короткий Чудрый И очень тяжело Сейчас Поднимается Нет Не поднимается Лучше Не поднимайся Парень Это Нокаут Рефери Должен Останавливать И он Это делает Как вам Это нравится Не дал Считать Никакие Там Судейские Записки Наш Александр Гвоздик И это Нокаут В его Исполнении Просто Красавчик Еще Я числа Вы Дочекались И Дочекались И Василь Ломаченко Разумим И Василь Прекрасно Что Туже Вашки Выбить Для Гвоздика И Винци Робы Супер Просто Супер Коронный Левый Короткий Удар Смотрим На Повторе Дзы Не Все Даже Не Видно С Этой Стороны Насколько Был Четкий Этот Удар С Другого Б Ракурса Но Это Было Тяжелое Падение Делал Попытки Вставать Челес Вот здесь Видно Да Ударом Этим Нокаутом В исполнении Гвоздика Бьющий Боец Бьющий Атаман Настоящий Нокаутер Ну что 4-0 А впереди У нас Супер Тяжелый Вес Сегодня Мегафайт Еще разом Нагадываем Усик Проти Меджидова Але Це Згодом Зараз Давайте Все ж таки Послухаем Дальше 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 Зараз Дальше Кайо Александр Гвостик Европейский Всемир Активный Как ревно То было за Тим Что нараповали Судя Но все Вирішав Александр Гвостик Власно Власнор Просто Врязав Влепив Називайте Да, все решил этим левым боковым. И что? Очередная победа Александра Гвоздика. И он доказывает свою непобедимость в формате всеверной серии бокса.